Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, весна идет, весне дорогу, никто не отменял весну, никто не отменял в том числе весеннего настроения и желания легкости. Могу сказать, что несмотря на ту ситуацию, в которой мы все находимся, я с радостью обнаружила, что витрины обновили. Я вышла на пробежку, и вот первая витрина, которую я увидела, и это видео будет посвящено обзору обуви, это вот такая прекрасная обувь, это безусловно прямая отсылка к Сантоне, очень и очень качественно сделанная обувь, всего за 99 евро. Я говорю всего, потому что для Италии это все-таки не цена для обуви, это низкая цена для качественной, хорошей кожаной обуви такого уровня. Белая обувь находится на пике популярности, по крайней мере здесь в Италии. Мы видим вот такую вариацию ботинки-полуботинки на тему. Они всегда были популярны в Италии, до сих пор удивляют моего мужа. Я сама подобную обувь не ношу, но на других мне нравится. Из двух вариантов, если говорить о цвете, первый вариант белый цвет. Цвет белой обуви, он всегда более универсален, чем, казалось бы, легкий беж, приглушенный карамельный. Ну что ж, анималистичный принт, мы сегодня увидим его очень и очень много на макосинах. Блестки даже на кроссовках, различный бисер даже на кроссовках. Это очень и очень по-итальянски, признаюсь. Раньше такая обувь меня настораживала, теперь же я вижу, она очень эффектно смотрится на ноге. Мне понравились эти туфли, единственное, хочу обратить ваше внимание, что вот такая перепонка очень часто полнит на ногу. Такая перепонка хороша, когда охватывает щиколотку, хотя тоже не всегда и не всем подходит. Но вот, на мой взгляд, вот такой ремешок, он портит любую ногу. Обратите внимание, если обувь вам нравится, мерить ее очень-очень внимательно. Ну что ж, подобные макосины мы уже видели. Возможно, это, кстати, лоферы, более привычно в русском варианте называть их лоферами. Мы видели уже в паду, это был черно-белый вариант, здесь же нам предлагают носить желтый с черным. Опять белая обувь. Хочу обратить внимание в данной подборке на два момента. Белая обувь мега супер универсальна, ко всему подходит, будь то макосины, балетки, лодочки, все что угодно. И обратите внимание, пожалуйста, вот на такую фурнитуру. Она всегда очень хорошо смотрится на лоферах и на макосинах. Ну что ж, такая обувь раньше, повторюсь, меня очень сильно удивляла. Я до сих пор такую обувь не готова носить, но готова признать, что она хорошо смотрится в женских компоновках. Мне очень нравится эта обувь на итальянках. Я же сама предпочитаю, много раз об этом говорила, яркие акценты цветовые, вот такие прямо моно-цвета в обуви. Яркий красный, насыщенная фуксия, оранжевый, либо синий, либо желтый, либо зеленый цвет. Очень и очень простой способ поставить действительно классный акцент в компоновке. В особенности, если вы также, как и я, предпочитаете классику и достаточно сдержанный стиль в одежде. Мне вообще нравится тотал лук, либо, допустим, черный низ, белый верх и вот такая яркая акцентная обувь. Здесь снова хочу обратить ваше внимание на подобные пряжки. Они могут быть сделаны из приглушенного золота, из серебра. Смотрятся очень эффектно такие пряжки. Золотая обувь тоже раньше меня удивляла и настораживала, но тем не менее, она очень универсальна. Так же, как, внимание, и серебряная обувь. Вообще, обувь цвета металлик, обратите на нее внимание, может стать для вас палочкой, выручалочкой. Потому что обувь цвета металлик, при этом это не только золотой, либо серебряный цвет. Это может быть любой металлик, тоже очень хорошо смотрится, очень хорошо вписывается в любые компоновки. Удивительно, но факт. Что ж, нам предлагают носить в Италии летнюю версию сапог, который мы видели осенью. Здесь хочу обратить ваше внимание на цвет, который прекрасно подходит. Если вы не готовы к яркой обуви, обратите внимание на такой цвет. Жженые карамели прекрасно этот цвет подходит под любой ансамбль. Ну и также пряжки, пряжки, пряжки. На макосинах, на лоферах они смотрятся очень эффектно. Безусловно, это отсылка к гучи. Но сейчас все такую фурнитуру используют. Опять же, металлик золотой, очень красивый. Хочу отдельно сказать по поводу такой обуви. Меня часто спрашивают, выходного ли дня эта обувь для Аказии Ли. Могу сказать, что все зависит от вашего ансамбля. Если вы надеваете такую обувь джинсами, она вполне допустима, по крайней мере здесь в Италии и с самого-самого утра. Эти туфли уже вам показывала, они просто очень нравятся. Хочу еще раз показать. А вот эти туфли я вижу на себе. Они имеют яркую фурнитуру, все как я люблю. Блестит сверкает, переливается невысокий каблук и очень женственная форма самой обуви. Скорее всего, я куплю, буду носить, конечно же, днем. Я вечером никуда не выхожу. Но самыми обычными повседневными компоновками и такой спортшип, я думаю, у меня получится замиксовать. Такая обувь на таком небольшом каблуке яркого цвета. Пожалуйста, кто работает, возьмите себе на заметку. Очень-очень хороший способ оживить прежде всего дресс-кодовые компоновки. Покажу вам витрину не для того, чтобы показать то, как, наверное, стоит носить одежду. Нет, это какой-то китайский магазин, которым владеет итальянская семья. Я их очень хорошо знаю. Я просто хотела обратить ваше внимание, что все-таки в Италии розовый цвет – это цвет сезона. Немножко отличемся от обуви. Я покажу вам магазин, который, безусловно, очень красивый, имеет очень красивые витрины. Это все для дома. Подобные магазины я называю «100 способов захламиться за собственные деньги». В подобном магазине я работала. Но я показываю вам витрин этого магазина не случайно. Посмотрите, как они, интересно, закомпонованы, составлены. Хотя, наверное, про витрины нельзя сказать, что они закомпонованы. Они, скорее всего, оформлены. Посмотрите, что вы видите. Не более трех цветов. Это очень и очень хороший прием в том, что касается нашей с вами одежды. Да, не более трех цветов в одежде. Аксессуары могут быть любыми и не сочетаться. Но посмотрите, именно этот прием был использован в оформлении конкретно этих витрин. И если вы будете обращать внимание на витрины, вы заметите также, что действительно часто очень красивые витрины, допустим, все для дома, они тоже оформлены по принципу сочетания не более трех цветов в одной, скажем так, композиции. А там, где цветов чуть больше, мы можем заметить, как цвет перетекает плавно в другой. И, допустим, рядом появляется яркий синий, любой яркий другой цвет. Но все-таки один цвет, который мы имели в предыдущем оформлении стола в данном случае, он будет повторяться уже в компоновке с новым цветом. Это для того, чтобы витрины смотрелись очень гармонично, очень красиво. И мы хотели купить те вещи, которые мы видим. Посмотрите, мы дома не используем такие, скажем так, такой способ оформления стола. Это именно то, что вызывает в нас желание что-то купить. Вкусное, красивое сочетание цветов. Вот здесь видно, как один цвет перетекает в другой, появляется яркий синий. Но голубой, который присутствовал до этого в композиции не более трех цветов, он повторяется. Посмотрите, обратите внимание, каждый раз, когда вам хочется купить, попытайтесь разложить витрину. Не важно, что в ней находится, что вы видите. Обувь, либо все для дома, все что угодно это может быть. Попытайтесь понять, почему вы смотрите на эту витрину, почему она вам нравится. Немного мужской обуви, очень и очень итальянской обуви. Я сама такую обувь на мужчинах люблю, всегда обращаю внимание. Могу представить, что, возможно, для России эта обувь слишком смелая. И хочу сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что обувь в Италии отличается зимней от весенней, прежде всего толщиной подошвы. Ну что ж, мы снова видим обилие пайеток, обилие всего блестящего, даже на кроссовках. У меня подобной обуви нет. Я думаю, что она у меня никогда не появится. Я имею в виду спортивные кроссовки, как я люблю говорить, вариация на тему. Я считаю, что то, что должно быть спортивным, оно должно оставаться спортивным. Но, повторюсь, на других мне нравится. На других, на подобную обувь я обращаю внимание. Подобная обувь смотрится очень хорошо, прежде всего в солнечный день. Такие сандалии я никогда не смогу принять, но, по всей видимости, они набирают популярность. Что ж, я предпочитаю, если уж говорить о блеске, вот такой вариант, то есть классику. И какая-то необычная фурнитура. Очень много танкетки я замечаю. Не знаю, она входит в моду, либо просто ее нам предлагают, потому что, конечно же, в Италии по брюсчатке она очень и очень удобна. У меня у самой очень много танкетки, которую вы никогда не видели. Возможно, мне стоит сделать видео. Я сходила и купила себе много танкетки в своем собственном гардеробе. И вот такая обувь, очень красивая. Я думаю, на каждый день подойдет многим. Я, возможно, даже рассмотрю подобную обувь, как, прежде всего, красивый классный акцент, небольшой каблук. Потому что, когда я снимаю свой стрит стайл, мне не хватает каблука, признаюсь. Ну и, конечно же, это хороший вариант оживить, прежде всего, дресс-кодовые строгие компоновки. Вот такая обувь мне очень нравится, но здесь обращаю ваше внимание на то, что это снова металлик. Это золотой и серебряный цвет, который очень хорошо смотрится в обуви. Кажется, что все это кричащие, но, тем не менее, прекрасно сочетается. А вот, пожалуйста, пример обуви. Безусловно, это прямая отсылка к Дольче Габбана, потом Клола Круз делает конкретно такие пряжки. Это какая-то наша местная, если я не ошибаюсь, марка. Но конкретно эта обувь может являться обувью не выходного дня и не вечера, а самой, опять же, обычной обувью летней, прежде всего, за счет каблука. Несмотря на то, что фурнитура у нее, безусловно, как будто бы вечерняя. По крайней мере, в Италии я привыкла к тому, что очень часто именно разница в высоте каблука определяет обувь вечернюю, либо обувь дневную по своему типу. Очень много рептилий, но рептилий было много всегда. Да, я тоже рассказывала и показывала, итальянки любят анималистичный принт во всех его проявлениях и вариациях. И вот здесь мы видим большое количество под рептилию сделанная кожа, и она используется для обуви. Признаюсь, смотрится тоже очень и очень эффектно. Вот такая яркая витрина, яркая обувь. И дальше я покажу вам кроссовки. Для меня это тоже отсылка к Дольче Габбана. На мой взгляд, именно они первыми стали использовать свои характерные принты, которые меняются из сезона в сезон. Но в данном случае Версачи предлагает нам подобную обувь. Вы знаете, обращает на себя внимание, смотрится достаточно хорошо. Если выбирать пайетки, либо вот такой принт, я выберу такой принт, потому что он очень контрастный, очень красивый. Повторюсь, много металлика. Уже об этом говорила. Металлик золотой и серебряный в обуви. Более вечерний, более нарядный, менее нарядный, более повседневный. На самом деле, любая модница на свой вкус и цвет сможет подобрать. А здесь я покажу вам опять подборку обуви, где именно высота каблука будет определять, можно ли эту обувь носить в течение дня, либо она все-таки более выходная. Безусловно, эта обувь имеет более высокий каблук, чем та пара, которая появилась в кадре до. Это значит, что эта обувь все-таки больше, так же, как и эта обувь, она больше предназначена для вечера. И не зря эта обувь стоит рядом друг с другом. В то время, как вот те босоножки, которые мы видим на дальнем плане, у них каблук меньше. В принципе, их можно использовать даже в течение дня. Ну что ж, вот такую обувь нам предлагают носить. Не забывайте про яркие шнурки. Вы можете на свои обуви поменять на яркие шнурки ваши привычные белые, либо черные. И будете в тренде, будете модные, будете современные. Желаю всем хорошего настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.